Всех с добрым утром, дорогие друзья! Ну что ж, это как видимо у нас сегодня школьный стол. Сейчас перерыв, так сказать, перемена у детей. Дети уже позавтракали, понеслись на улицу, пока мы кушаем. У них сейчас была математика, потом они будут немецкий все делать. Дети вышли на улицу и немножко в шоке. И говорят, что у других учебы нет дома. Сейчас все говорят, что это каникулы, да, ферия, корона-ферия. Мы все пытаемся детям объяснить, что это не корона-ферия. Никто в школе каникулы не объявлял, а это обучение на дому. Мы пытаемся детям это объяснить, чтобы они понимали. Тимур вроде понимает, Милана немножко тяжелее. Он пытается всем на площадке рассказать, что надо учиться дома, а все говорят, что это же ферия. Да, это же каникулы, какая учеба. И родители, правда, не учатся с детьми, где-то гуляют, катаются и тому подобное. Может быть, мы в маразматике, может быть, правда, что-то не так. Но мы не хотим бросать все на самотек. Мы считаем, что если обучение на дому, значит, на дому часика. Часики 2 можно уделить обучению, а потом уже и развлечению, так сказать. Часика 2 точно, может 3. У меня так вкладывать. Посмотрим. Таня сегодня уже провела математику, урок математики. Что следующее у вас? Немецкий. Немецкий. Городка с утра выступала. Нет, нет. Говорит, не будем научиться. Мы будем. А в нашей школе еще спорт бывает. Я говорю, у нас тоже будет спорт. Ой, кстати, насчет спорта. У нас закрывает с завтрашнего дня фитнес. И сегодня нужно и мне, и Тане пойти в наши спортзалы. По полной. Хорошенько качнуться. А потом уже будут тренировки на дому. Будешь к нам на спорт переходить? Посмотрим. И я достану что-нибудь сюда еще. Ничего себе, пирамиду, да? Я уже сходила в магазин, потому что вечером же ничего не будет. Купила фруктов. Бананов моря, чтобы они спели. Сейчас в магазинах все зеленое создаются. Потому что они не залеживаются. Устоять? Ну что ж, рассказываю вам немножко о том, как у меня дела обстоят с машиной. Именно поэтому просто я сейчас выбрался из дома. Погода у нас. Жара. Сегодня 20 градусов. Солнце. Ветра нет. Вообще прелесть. Так вот. По машине. Прошла информация. Вчера Володя мне там тоже поузнавал. Сказал, что... Сказал, что... Вопрос такой, как у меня. Когда машину побили в гараже. Они на улице еще где-то решаются. Через адвоката. И, так скажем, гудахтера. Оценщика. Тот, кто будет это все дело замерять. Оценивать. И, как бы, выставлять счет. Вот. И получается, что сейчас я иду к адвокату. Ну, кстати, получилось так, что... Раньше, когда мы жили в другом районе. В другом конце города. Я всегда езжу к одному адвокату. Ну, есть у меня адвокат, который мне нравится, как работает. И сейчас он, получается, что живет здесь буквально за углом у нас. Где мы... Куда мы переехали. Очень удобно. Я даже прям порадовался, что теперь не надо на машине ездить. Вот. Я иду к адвокату. Сейчас этот вопрос обсудить. Если он будет на месте, я не знаю. Я не звонил. Обсудить. Что, как, почему. И потом вам расскажу. Да. Ситуация такая. Я думаю, что ситуация будет непростая. Скорее всего, будем судиться. Будут доказывать. Ну, не знаю. Буду держать вас в курсе событий. Но здесь уже будет все идти именно по закону. Именно четко по букве закона Германии. Через всех адвокатов. Вот. Именно для этого нужна адвокатская страховка. Которую я плачу уже много лет. И которая реально выручает Германию очень часто. Это реально нужная вещь. Вот. Ладно. Я уже подхожу к адвокатской конторе. Надеюсь, он на месте. Вот. Сегодня, кстати, ближе к обеду. Мы получили эмайл от Тимуркиной учительницы и от Миланины учительницы с одинаковыми таблицами, с рекомендациями. То есть, помимо того, что они дали тетрадки разные, чтобы заниматься, они еще составили тут примерные наброски. Чем еще в рамках учебной программы можно заниматься с детьми. Написали довольно много. Вот. Вот они. Я распечатала в двух экземплярах для Милана и для Тимура. И это перечислено вплоть до того, что вот вместе с родителями готовить печь там, короче, там и убираться, и, в общем, учить, вон, что там, рецепты, и читать, и даже, смотрите, лего строить. И здесь нужно писать даты, когда ты этим занимался. Вот. Еще список продолжается. Тут и гимнастика, и танцы, и езда на велосипеде. В общем, это вот сложение. Это мы сегодня делали, я уже даже число поставила. И рассказы, короче, и писать, и рисовать, и комиксы рисовать, и чего только. И здесь даже написать корона-алфавит, то есть в каждой букве алфавита написать слово, связанное с коронавирусом. И, в общем, и здесь пишем, соответственно, даты, когда мы этим занимались. И есть и пустые строчки для уже на собственное усмотрение писать, чем занимались и записывать. В общем, считаю, что очень круто. Будем знать, чем разнообразить наши будни. Будем заниматься, будем писать. И там написано, что как бы все прикладывать в папке, то есть, там, готовишь, там, сфоткать или нарисовать, или написать рецепт, то есть, ну, чтобы задокументировать, что ты этим реально занимался, и можно было чего-то показать. Но я считаю, что здорово. Нам это точно пригодится, и мы будем заполнять таблицу вовсю. Так, проверка связи, как я выгляжу. Достаточно хорошо для наших девочек. Так, девчонки и мальчишки, дорогие зрители. Ну, что, был я уже у адвоката. Попробую в двух словах быстренько рассказать, если у меня получится в двух словах. Адвокат сказал, что насчет подземной стоянки все не так однозначно. Если произошла царапина на подземной стоянке, но эта стоянка доступна для всех, не только для жильцов, а для других посетителей, то это один вопрос, да. Там, как бы, можно и полицию подключать. Но если стоянка принадлежит именно жильцам этих домов, и каждое место определено, закреплено за каждым жильцом, то это другая история. А это, как говорится, именно моя история. Вот, я ему рассказал, ну, сначала скептически смотрел, смотрел, он говорит, а ты уверен, что это она? Ты не уверен? А как знать? А как знать, подошла ли дверь? Я ему рассказал, что, я говорю, получилось, я вчера эту женщину вызвал вниз, мы все замерили, все попробовали. Я говорю, выглядит так, что это, ну, да, что это она. Я говорю, единственное, как мне это доказать теперь, и как это все провести лабораторно и официально и документированно. Ну, дальше адвокат сказал, что, в принципе, все это делается, да, все нормально, но есть один момент, адвокату нужно знать, каков ущерб, да, то есть, я должен сейчас поехать к оценщику, они должны оценить эту, этот шаден, уже немецкие слова, они должны оценить этот ущерб, нанесенный мне, да, то есть, и уже они пошлют все документы по проверке адвокату, исходя из этого будет действоваться, все происходить дальше, потому что подключать там какие-то спецпроверки, но он сказал, что это, там какая-то граница есть денежная, я не знаю, мне трудно понять, он такой, знаете, типичный немец, быстро говорит, я через слово улавливаю этого адвоката, но мне нравится, как он работает, поэтому я как бы, как бы, да, закрываю на это все глаза, ну, в общем, мне нужно узнать стоимость этого ремонта, если это будет меньше 800 евро, то это один разговор, если это будет больше 800 евро, это другой разговор, то есть, его, его действия дальнейшие будут исходить именно, и отличаться именно от этого, итак, что я хотел сказать, а, он попросил меня, я же сделал фотографии на телефоне, он попросил меня, он говорит, у тебя замечательные фотографии по поводу всего этого, нет, нет, там человек хочет прокурнуться, у тебя замечательные фотографии сделаны, но он сказал дружище, что распечатай их, чтобы их можно было приложить к документации, и я вот эти фотографии сейчас только что съездил, распечатал, быстрая распечатка, обошлась она мне там в 2 евро, 8 фотографий, и с кому-то интересна цена, и вот я попробую вам показать их, вот одна из царапин, надеюсь, вам хорошо видно, вот эта вот одна из царапин, это, кстати, очень важная царапина, я вам сейчас сейчас покажу почему, так, я покажу вам сейчас, как выглядят эти царапины еще раз, полностью, или не полностью? Ладно, полностью не буду, ну ладно, или буду, вот они, если вам видно, вот так они выглядят полностью, вот это вот моя дверь и вот это вот тут тун-дун-дун-дун-дун-дун это все царапины царапины удары сколы как хотите называйте я закрою номер этой женщины но так она паркуется я сфотографировал то есть если видите то она очень криво паркуется и прям поджимает мою машину номер не показываю потому что защита там всяких этих немецких людей и граждан и далее с чего я взял вообще до что в принципе с чего у меня там сильно уверенность появилась а теперь смотрите вот это ее дверь видите на ней синюю краску ну как бы без слов да ну то есть без слов да и видно же какая дверь у женщины да насколько она отбита то есть не знает она мою машину так ее отбил или еще другие какие-то отбивала но в принципе да как бы картинка складывается замечательно и покажу вам у меня есть такая еще одна фотография только более отдаленно вот так это выглядит когда открыта ее дверь ее дверь открыта и уперта прям в мою видите она прям вот вот этот угол вот он идет вот так и вот так она прям в этот угол да ну то есть понимаете да тут на 99 процентов это она вот я уже напрямую здесь вот упор сделал тоже ее дверь открывается вот так и упирается в мою и здесь поближе видно даже как видно даже скол на двери вот эти фотографии будут прилагаться к делу сейчас посмотрим насколько мне оценят ремонт и дальше уже будет работать адвокат я дальше не причем все ее данные я который знал я отправил новый номер машины и ее фамилию и дальше будет работать адвокат да только вот сейчас езжу на оценку и да и поеду на тренировку потому что сегодня последний день фитнеса за завтрашнего дня у нас закрываются бассейны всякие развлечения все общественные мероприятия закрываются фитнес и закрыва закрывается все кроме магазинов как я принципе как я в принципе говорил это у меня солярка надо заправиться как я и говорил да так что сегодня последний день тренировки хочется поехать хорошенько потренироваться с одной стороны но честно говоря стрёмно с другой стороны потому что сейчас таких как я там будет я не знаю может я зайду посмотрю так и уйду потому что вот там сейчас можно подцепить не только корона еще и был наверно какую-нибудь вместе с какой-нибудь проказой не знаю да то есть там будут там будет все сейчас а вот все все качки этого города вот и если там будет реально так много то я наверно буду просто дома кататься на велике отжиматься и что нибудь делать что-то типа того ну все погнал я к получилось у меня коротко да девочки вряд ли конечно но вам же наверно нравится пишите нравится вам моя болтовня или нет чтобы я знал то может правда зачем все это покороче просто погода прелестная все увидимся i'll be back либо либо фрау 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 энд мэннер чуваку 36 лет мужчины не взрослеют женщины поймите они не взрослеют они мудреют взрослеют ну а мы сегодня собирались съездить на дачу такая погода была шикарная солнечно пока собирались короче солнце ушло уже время четвертый час пока знаете саша чуток вздремнула я сходила в магазинчике что-то поубирала потом саша съездила по поводу этой машины и в общем пока мы собрались на дачу саша это стоит ли уже а правда верно уже и не стоит мы решили потому что дети во все играются во дворе довольные принципе никуда и не особо хотят а и поездка отменяется сделала себе чок пойду побалдею а кстати смотрите гриб куски плавают снизу и не всплывают мама дала пару кусков там такие как отрезанные были она заказывала где-то через интернет и дала кусочек такой даже не знаю как пленочка вон там он плавающий в общем я их отдельно посмотрю все вы живут какой-то из них выживет либо ни один не выживет будем экспериментировать не знаю если что я почитала можно оказывается этот гриб вывести самому тем временем вот мои томаты чуть сейчас побрызгала их они немножечко упали некоторые уже реально нужно пересаживать вот этот например вот этот возможно я сегодня и займусь этим либо завтра и у меня тут все по сорта а это вот эти вот желтенькие я их позже посадила ну и пока еще только вот сходят сейчас пока чай стынет хочу ответить на вопрос и риска спрашивает танюша расскажи про свой план сколько было по весу сколько цель и мне кажется был еще какой-то похожий вопрос к сожалению не могу найти скриншот в общем ситуация была такая что мой вес уже постоянно держался в пределах 62-63 и мне это уже совсем никак не нравилось потому что этот вес у меня ну не знаю для кого-то нормальный этот вес для меня нет допустим у кого-то грудь побольше она тоже весит да у меня весь вес он низ живота бедра и вот почему-то нижняя часть ног она тоже такая как отекшая смотрится может быть там реальные какие-то застой жидкости я не знаю кстати хочу проверить щитовидку но блин сейчас вот даже не знаю стоит ли записываться к доктору либо там сейчас неизвестно что творится лучше переждать в общем и я решила что мне нужно срочно худеть к лету и поставила для себя цель 57 килограмм 57 знаете такой вес ни много ни мало в принципе нормально я так решила что это вполне реально и я была года так четыре наверное если не больше 57 килограмм и выглядело в принципе нормально меня устраивало что я первым делом сделала это отказалась от сладкого как я уже рассказывала минимальная мучное то и сладкую выпечку я не ем типа там булочек до стартов ну за исключением ну вот последнее время правда банановый хлебушек до делаю там по идее тоже в мука конечно есть что я еще делаю я стараюсь завтракать как можно позже ну как как можно позже не то чтобы прям совсем по позже попозже но в часов 11 допустим сразу как встану что-то поделаю сначала попью водички и потом уже часов 11 саша приходит мы вместе допустим завтракаем да почему потому что все наверное слышали про это интервальное голодание что это очень полезно очень хорошо но там нужно выдерживать 8 часов то есть 8 часов в день ты ешь и 16 часов ты не ешь я понимаю что это круто но это мне пока сложновато то есть если бы я задалась бы целью я бы смогла бы конечно но тоже не хочется себя уж прям жесткие рамки загонять то есть я могу окей позавтракать дотянуть кое-как до 12 но мне труднее всего ничего не съесть после 8 потому что я скажу честно когда все ложатся спать я еще здесь сижу до 12 смотрю youtube что-то утюжу ну вот не сильно напрягаясь то есть так вот в легкую это вот такое время я не знаю я балдею в это время и не попить чай там не знаю не скушать хотя бы что-то легенькая так это бы ту же апельсинку и вот мне сложно вот это дается именно этот момент а если бы я ложилась бы спать раньше это возможно такой бы проблема в принципе бы не было ну и соответственно я хожу спортзал вы знаете когда вошла в темп кекс слышит детей и выступает когда вошла в темп начала ходить каждый день и в принципе здорово да потому что ну нужно еще жечь калорий дополнительно что я сделал я скачала приложение на телефон приложение от samsung потому что на прошлом телефоне у меня она была в оригинале мне она очень нравилась а вот в этом телефоне приложение именно вот это вот спортивное которое считает шаги мне не очень я подумала интересно можно ли скачать приложение samsung на huawei оказалось что можно единственное что она слегка подглючивает иногда и неправильно считает шаги причем разница действительно очень крутая если huawei мне насчитывает допустим 10 тысяч шагов то samsung в этот же день не насчитывает шагов допустим 6000 если не меньше то есть видно из-за того что не оригинально потому не считает так хорошо так вот чем я пользуюсь в этом приложении вот так вот она выглядит вот это кстати мои шаги до 101 шаг на сегодня но это очень сомнительно потому что я несколько раз сегодня сходила в магазин ну как минимум 1000 должна была сделать кстати что говорит huawei по этому поводу huawei говорит что я 3700 шагов сделала ну то есть видите разница немножечко есть да но что мне нравится в приложении samsung это вот здесь вот подсчет калорий вот этой вот я пользуюсь штукой вот еда видите и вес я здесь свой фиксирую воду и особо не фиксирую сколько я пью можно там понаставить сколько хочешь стаканов я пью пью но особо не отмечаю причем что я больше пью вот именно ромашку и чай без сахара в течение дня они чистую воду чистую воду на росло пару стаканов выпиваю тут вот есть шесть приемов пищи и ты топа вот добавляешь допустим обед что я могу съесть на обед ну не знаю ты можешь сам вбить допустим пицца свечной ладно пускай будет что-то и он показывает вот примерно до 100 грамм это 250 калорий ты можешь добавить любые там свои блюда продукты и он тебе показывает калории естественно я взвешу чтобы посмотреть какой кусочек я съем и все фиксируется я стараюсь есть пределах где-то 1200 1300 калорий ну честно говоря иногда меньше особо не заморачиваются сбивать именно строго обед ужин просто считаю калории и можно писать готовые продукты допустим немецкие там не знаю фришка за допустим творожок ты пишешь какой фирмы пишешь фришки за и он тебе прям реально выдает сколько там калорий и также я записываю вес тут есть тут есть динамика и тут видно вот как я видите последние больше даже неделю у меня вес скотчет туда-сюда вот 59 максимум и минимум по моему у меня был вчера 58 4 вот ниже пока не опускалась но начинала я где-то начало как во всяком случае когда начала фиксировать было 62 и 1 не не сразу начала фиксировать в общем потом чуть-чуть вверх потом видите вниз и вот около 60 она у меня скакала его сейчас уже уже видно что оно пошло вниз но то есть за первых недели две я похудела наверное но на килограмма 2 стабильно если не больше больше наверное я так обрадовалась что я решила что я и хочу не 57 в результате потому что ну если она так легко дается да и мне нравится я хочу в результате 55 а еще лучше 53 но посмотри 55 хочу стабильно короче значит да в своей прошлой цели мне осталось чуть больше килограмма но так как я увеличила себе запросы мои растут то соответственно и потерять мне нужно еще больше вот последнее время вес мой встал то есть вот уже больше недели он вот в пределах 58 с половиной до 59 вон там вот пляшет то есть три с половиной вот я потеряла он-то осел этот вес и все больше ни туда ни сюда хотя я продолжаю питаться вот сколько нужно калорий употребляясь да но тем не менее я прочитала про это явление в интернете я не отчаиваюсь есть такое что ты худеешь худеешь потом вес замирает на пару недель до твой организм пытается накопить из того что есть и говорят даже в это время лучше чуть-чуть увеличить калории чтобы организм подумал что он все зашибись не все так плохо и перестала накапливать даже возможно ты в этот момент чуть-чуть опять наберешь и потом опять как бы постепенно снижать вот я наверное по этой схеме и пойду дальше до кисти так что пока стоим на месте но принципе мой результат уже хороший вот но есть и плохая новость это то что завтра вашего дня у нас закрывают на карантин и фитнес-студии тоже то есть я с таким удовольствием уже вошла в темп каждый день правда кроме вот сейчас на выходных не получается потому что мой зал до семи работает а я как правило сейчас посохожу вечером так вот я каждый день с такой радостью уже такой мотивации ходила в зал и все зал закрыли надо думать где где сжигать калории это первое а второе это опять же то что мне не нужно ходить в школу водить детей потому что я водила школу но грубо говоря 10 ну может быть 7 минут если быстрым темпом но я быстрым темпом детей водила школу потому что мы вечно выходим последний момент плюс обратно вернуться плюс еще раз ходить их забрать и плюс еще когда я ходила в зал там тоже расстояничка и даже если я больше где особо не ходила уже после вот этих вот трех выходов у меня набиралось 6000 шагов до теперь вот реально вот сегодня в магазин сходила пару раз специально сначала в одну сторону чуть-чуть что-то купила потом другую но чтобы не все тащить из одного магазина саша стал решила не дергать с машины думаю пускай спит справлюсь не такие что меня огромные сетки закупила в общем сходила в одну сторону в магазин потом сходила в другую сторону магазин но не знаю тупо гулять по улице думаю ну пойти куда-нибудь дети там с друзьями во дворе носятся не хочется их отрывать самой идти гулять в общем какой-то вот у меня такая сейчас каша в голове нужно искать маршруты я не люблю гулять знаете просто вот так вот бездумно куда-то идти мне нужен маршрут чтобы я знал вот мне надо сходить туда-то сделать то-то и вернуться грубо говоря да в общем девчонки его загрузила я это к чему я к тому что надо теперь думать в связи с этим карантином где сжечь калории я конечно знаю у меня есть несколько хороших тоже приложений на телефоне где можно делать упражнения наверное вариантов у меня пока многое нету наверное этими упражнениями я и буду заниматься сегодня кстати последний день когда можно сходить фитнес саша уже приготовил себе сумку я тоже собираюсь последний раз сходить так знаете основательно возможно даже в солярий сходить сегодня специально ничего нигде не замазывала кожа такая как есть чтобы ну под загореть вот давно не ходила к сожалению а теперь вообще не буду ходить так вот сегодня есть такой такая мысль что спортзале будут все потому что сегодня последний рабочий день и все как саша говорит я сегодня хочу бомбануть по полной вот я думаю что все хотят сегодня бомбануть по полной потому что все блин похоже пять недель уже больше никто ничего не бомбанет ужас кейся да как жить все загрузила я вас мне уже и чай остыл вот что касается фитнеса подъезжаю к фитнесу и короче люди заходят и выходят я вот одного знакомого увидел игру чё такое все ведь не пускают его смысле такая завтрашнего дня же не должны пускать он ведь все уже вот час закрыли буквально перед носом и не пускают то есть я немножко не успел окей мы поехали в филиал моего фитнеса в город в центре города туда приезжаем и там тоже самое еще есть люди внутри но их уже выгоняют ну почему вы же верю что завтрашнего дня нет уже сейчас прямо вот сейчас всех выгоняют вот так что с тренировкой я пролетел будем тренироваться на дому сейчас таня собрался на тренировку я не знаю открыт ли фитнес посоветовал ей посмотреть в интернете будет полезней хотя с другой стороны прошла с бы пешочком до фитнеса и назад тоже своеобразная тренировка вот погода замечательная надо будет кататься больше на великах наверное вот единственное что я говорю что все позакрывали все мероприятия магазины не закрывают мы когда были в кауфланд я туда даже сфотографировал сфотографировал такая доска была где было написано что не паникуйте и не видеть не ведитесь на провокации магазины наши не закрываются то есть кауфлан будет работать нормальном режиме я даже сфоткал это все дело но я забыл вставить во влог это должно было быть позапрошлом влоге я реально забыл вставить момент вот единственное что я думаю что может быть работу отменят я пока не уверен вот отменят работу надо будет ли на работу ездить или не надо вопрос потому что некоторые странах люди не работают уже вот такая ситуевина но магазины не собираются закрывать по крайней мере пока но я думаю на процентов 90 но не должны их закрыть но это был бы бред потому что люди будут настолько паниковать многие многие же еще и с барашками в голове они будут взламывать эти магазины они там разобьют стекла окна будут грабить у нас полиции на всех не хватит нужно будет армию подключать до у нас армии на всех не хватит у нас здесь знаете ли такой мульти культи общество собралось и до что если были в одни немцы вообще другое может быть да как бы другая ситуация но у нас здесь настолько сейчас мульти культурное общество что может произойти все что угодно все что угодно где угодно и как угодно то есть я бы не рисковал на их месте закрывать магазин это бы навело очень большую панику и бардак вот как то так я подъехал дому пойду уже заниматься чем-то полезным смонтирую вложек например для вас правда в общем если вам понравилась моя информация ставьте лайк пишите если есть какие-то новости вот единственный минус за что мы немножко с опозданием все рассказываем на пару дней на день на 2 а